Возможно, они и будут, но пока об этом никто ничего не говорит. Но самое главное, надо понимать, почему это сделал Эрдоган. Эрдоган лично и Турция находятся просто в тяжелейшем катастрофическом положении. Это связано как с внутритурецкими делами, так и с общей международной повесткой дня, с международной обстановкой. Эрдоган в конце своего управления, на настоящий момент, успел рассориться со всеми, абсолютно со всеми своими друзьями, союзниками, партнерами, ближними, дальними. Сюда мы отнесем и Россию, и Израиль, и Турцию, и другие государства. Просто Турция оказалась в совершенно катастрофической ситуации. Сейчас уже понятно, что Соединенные Штаты всерьез поддерживают курдов и фактически взяли курс на создание Кургистана. В значительной части за счет Турции. Россия всегда придерживается принципу целостности государств. Но в связи с такой специфической турецкой политикой, враждебной в отношении России и в Сирии, мы тоже фактически, получается, не возражаем. Если не способствуем созданию Кургистана, то, по крайней мере, никак не препятствуем этому. И поэтому сейчас Эрдоган вынужден налаживать отношения с теми странами, с которыми он рассорился. В частности, речь идет о России, и одновременно большое соглашение было заключено с Израилем. Потому что одновременно же в Германии был подан иск по судебному преследованию Эрдогана и его окружения за военные преступления. Это все очень серьезно. Турция оказалась в безвыходном положении. Сейчас она пытается хоть как-то отношения с другими государствами, с которыми еще пока она теоретически может наладить. Другое дело, что надо совершенно четко понимать, что ни с Россией, ни с Израилем, ни с какими-то другими странами у Турции никогда не будет тех отношений, которые были до этих инцидентов. Многие страны, в том числе, возможно, и Российская Федерация, на определенное послабление будут многим государствам выгодно ослабление, уход от этой враждебности. Поэтому, конечно, России выгодно извинение и выгодно снижение враждебности. Надо помнить, опять же, никогда отношения России и Турции в ближайшие десятилетия, такими, как они были раньше, не будут. И реальная политика будет учитывать те виражи и вихряния, которые были уныническими от турецкого правительства. И Турции ждут очень серьезные проблемы. Помогать мы, конечно, не будем, но и не будем усугублять. Нам это выгодно, и я надеюсь, что хотя бы на каком-то уровне отношения между Россией и Турцией будут лучше.